Илья Юрьевич, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что такое бензобот? С точки зрения потребителя, это просто сеть АЗС, но с определенным набором потребительских качеств, которые мы выделяем жирным. Это качество топлива, точность налива, собственно, честное отношение бизнеса с потребителем. Да. Но если мы говорим, что это стартап, значит, вы чем-то отличаетесь от остальных заправок? Вот можно это отличие как-то определить? Ну, все началось с того, что моя машина сломалась по причине некачественного топлива, и доказать ничего не удалось. То есть, все зашло в тупик в отношениях с АЗС. Мне пришла мысль, что где плохо, там и хорошо. И раз так плохо, значит, здесь есть боли у очень многих людей. У меня есть предпринимательский опыт в разных областях. И я решил, что и здесь сделать бизнес. При использовании некачественного бензина в первую очередь пострадает топливная система. То есть, это бензонасос, это форсунки впрыска и дальше, соответственно, сам двигатель. То есть, могут пострадать клапана, после идет система выхлопа. Это достаточно дорогостоящие агрегаты и очень дорогостоящий ремонт вследствие использования некачественного бензина. На самом деле, достаточно много обращений клиентов, которые приезжают нам после заправки на неизвестной автозаправочной станции. В первую очередь, у людей начинают отказывать с системы впрыска. То есть, машина начинает глохнуть, терять мощность. Неправильно начинают работать форсунки впрыска. Если используется топливо с железистыми присадками, страдает работа клапанов. Могут прогореть клапана, могут залечь маслосъемные кольца. И в результате потом мы попадаем на очень дорогостоящий ремонт, который исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч рублей. На вашей практике какой самый дорогой ремонт? Ну, на моей практике самый дорогой ремонт, это был автомобиль достаточно известного бренда, который стоил больше 10 миллионов. То есть, там пострадала вся система, в общем-то, начиная с системы впрыска, сам двигатель, система выхлопа. И ремонт обошелся порядка 3 миллионов рублей. Что бы вы посоветовали автомобилистам по алгоритму выбора бензина, хорошего бензина? Я бы посоветовал пользоваться проверенными заправками в вашем регионе, если вы их знаете. Как из опыта хотел бы посоветоваться, если вы едете в другой регион, и вы не уверены в тех заправках, где вы едете, обращайте внимание, там, где большая часть местных жителей заправляется, где заправляются дальнобойщики много, то это, скорее всего, будет та заправка, которую эти люди уже проверили неоднократно, и там будет качественное топливо. Пришел к тому, что единственный вариант – это формировать собственную сеть по собственным брендам, где все будет подконтрольно, и подконтрольно не только самой администрацией бизнеса, но и в целом прозрачно для многих стейкхолдеров, в том числе для потребителей. Качество топлива, точность налива. Мы нашли на рынке возможность улучшения топлива за счет окислителя горения. То есть, проще говоря, применили, переосмыслили этот рынок, я говорю «мы», потому что очень быстро сформировалась команда людей, которые этим заинтересовались. И мы просто оптимизировали ряд решений, сделали из этого такой комплекс, который назвали «Бензобот». «Бензобот» – это автомат по выдаче топлива, который, например, сейчас у нас уже он есть. Более полутора лет отпускаем топливо под маркой «Бензобот». И это автомат, который работает круглосуточно, предоставляя топливо всегда одинакового качества, с точным наливом. Да, хорошо. Скажите, вы где территориально располагаетесь? Волгоградская область, город Творский – это тот объект, который у нас сейчас есть, приобретенный у нефтяной компании. Находимся в целом территориально в Волгоград-Творске, на два города. И на данный момент уже территориально не привязаны. У нас есть, по сути, за эти годы разработана собственная система управления АЗС, которая позволяет заправляться автолюбителю как самостоятельно, круглосуточно в режиме автомата, так и через кассу. И мы, в принципе, как стартап готовы к масштабированию. То есть вы представляете, ну скажем так, ту самую глубинную Россию, которая не привязана ни к Москве, ни к Санкт-Петербургу, ни к крупным городам. То есть это вот это вот нечто среднее такое. Да. Значит, возник вопрос-то очень простой. У вас же проблемы-то есть? Вот эти проблемы с финансированием. Вот расскажите, как вы себе это видите, и в чем она, собственно, проблема состоит? Мы прошли полный путь от стартапа, типичный путь для стартапа по поиску финансирования. Ну, естественно, все изначально на собственные средства. Другое дело, что этот рынок, конкретно которым мы занимаемся, как и многие другие бизнесы, этот рынок требует больших вложений в капитальные средства. Вот, мы обошли все возможные варианты. Про долговое финансирование, в принципе, сказать нужно коротко. Для того, чтобы получить, нужно что-то сдать в залог. И если даже вот у нас есть уже действующий бизнес, мы работаем более полутора лет, у нас есть собственный АЗС, этого все равно недостаточно для того, чтобы получить даже хотя бы на вторую АЗС. Так, то есть давайте вот это понятие долговое финансирование. То есть это вы обращаетесь в банки. Кредиты займа, да. То есть которые вам говорят, что мы готовы дать вам деньги на год, два, три, четыре, сколько необходимо. Процент будет там пять, двенадцать, двадцать, неважно сколько. Но для этого вы что должны сделать? Первый – залог. И второе, если бы даже приняли одну АЗС под залог для приобретения второй, то это практически невозможно обслуживать на той марже, которая есть на этом рынке. То есть к десяти АЗС одиннадцатую взять в кредит – это в принципе реально. Но это же, мы сами понимаем, черепаший ход. То есть мы так будем десятилетиями развиваться, приводя свой продукт, как мы считаем, высочайшего качества. Это российское качество, высочайшее. И мы понимаем, что нужно действовать гораздо быстрее, для того чтобы этот продукт был доступен как можно быстрее максимального количества потребителей. Илья Юрьевич, такой вопрос. Значит, вы говорите, нам нужно, нам необходимо. А у вас план расширения, он существует? Он какой вообще? Да, мы видим, бензобот, по сути, должен присутствовать в каждом городе, как минимум в оригинальном центре для начала. А и дальше, соответственно, когда формируется база уже, по сути, любителей этого топлива, то есть не просто лояльных людей, а людей, которые за ним ездят. Сейчас в Волжске, из Волгограда, есть несколько десятков машин ездят. Те, которые привыкли заправиться в Волгограде, уже не могут его ни на что поменять. Дальше, соответственно, от региальных центров надо формировать кусты. То есть это где-то 60 регионов, примерно по 50 объектов в каждом регионе. Ну, то есть это около 3000. 3000 – это наш возможный реальный потолок. Мы не говорим о том, что фанатически мы хотим 3000 АЗС, речь идет о вменяемом потолке абсолютно реальном. Для того, кто, в принципе, начинает заниматься этим бизнесом. Мы делаем это с тех пор, как у меня сломалась машина, я решил этим заняться 6,5 лет. Это уже называется бензобот 4,5 года, а как, в принципе, отпускаем топливо мы уже больше полутора лет. За все это время мы привлекли инвестиции более чем от 100 инвесторов путем учреждения акционерного общества в непубличной форме, то есть непубличное акционерное общество, и реализации акций этого акционерного общества самим акционерным обществом, то есть продажу доли в самом себе для того, чтобы с аккумулированного средства инвестировать в приобретение средств производства. У нас это, соответственно, их два – это АЗС и IT-система, которая управляет АЗС. Только IT-систему мы создали один раз, и мы ее уже только улучшаем, а АЗС их надо в пределах 3000. Значит, вы привлекаете сейчас инвестиции следующим образом. Вы продаете акции. АО «Бензобот». У себя продаете где-то. Да, само АО «Бензобот» продает акции собственные, которые оно именитировано. И вот таким вот образом стали сейчас привлекать к себе деньги. Да. Вот я хочу купить акцию. Что я должен делать? Вы обращаетесь в АО «Бензобот» – это просто через сайт «Бензобот.ру», что хочу приобрести акции и по уставу, по закону о рынке ценных бумаг и по закону об акционерных обществах. АО «Бензобот» имеет право принять ваши инвестиции в обмен на акцию. Все это оформляется в реестре держателя. Это держатель реестров акционеров газовой промышленности. АО «Драга». Вот я потенциальный акционер. Я купил, сделал все необходимые процедуры. Значит, купил я эту акцию. И чего я за это буду иметь? Спрашивает жадный акционер, которого интересуют, например, деньги или прибыли. По сути, вы даете себе шанс многократного роста цены инвестиции за счет раннего входа. Это же стартап. То есть тут надо понимать, за счет чего идет рост. За счет того, что имитировано ограниченное количество акций. Допомиссия запрещена по уставу. То есть технически уже невозможно расшить так, чтобы была еще допомиссия. То есть, проще говоря, доля инвестора не размывается. Сейчас у нас есть собственности АЗС. У нас полностью настроено. Третий квартал без сбоев абсолютно. День в день без сбоев полностью работала IT-система. Бренд расширяется. Количество заправок в Волжском, где находится АЗС, растет. То есть бренд крепчается. Естественно, АО считает возможным дороже продавать, чем, например, в начале года. долю в самом себе. То есть, проще говоря, ранний ход дает вам возможность купить долю в этом бизнесе дешевле, чем это будут делать позже с развитием другие потенциальные акционеры. Вот скажите, пожалуйста, вот на российском рынке есть ли подобные примеры развития бизнеса? Отвечу сразу. Я таких не знаю. Рынок, в принципе, изучал годы и ища что-то подобное. Везде мы утыкались в то, что предоставьте за прошлый год отчетность. Мы говорим, мы стартап, у нас еще ничего нет. Мы хотим сделать IT-систему. То есть это был, по сути, не окор. Сейчас же, например, у нас есть уже действующие экземпляры, уже есть IT-системы. Мы уже, в принципе, можем запкнуться сами на себя и на это АЗС просто жить и зарабатывать. Ну понятно. Если мы просто аннулируем наши амбиции, то просто это микробизнес с одной АЗС. И это нормально. Это такая клубная АЗС, которая будет всегда жить. Но у нас есть амбиции. И есть потенциалы рынка, на котором можно многое изменить и улучшить. Ведь мы за улучшение получаем нашу предпринимательскую выгоду. Илья Юрьевич, еще вопрос. Важный такой вопрос. Вот я приобрел эту акцию. Я не хочу с ней расставаться. Я жду возможных получения сумасшедших или крупных, или каких-то дивидендов. А вы могли бы пример какой-нибудь привести? Ну пусть даже не российский рынок, а какой-то другой. Когда вот вложив 1 доллар, условно говоря, или 100 долларов, человек получал значительную прибыль. Вот это вообще в мировой экономике существует такая вещь? Проще всего говорить про IT-сектор. Не называя брендов, которыми пользуется весь мир. Если не называть брендов. Но все, что касается IT-компаний зарубежных, вообще разное. Есть Медтех, Эдутех, и Финтех в основном. Все что угодно. Так вот, все есть стартапы. То есть у всего, что мы знаем сейчас, все что глобальное, это когда-то было идеей, потом это было опытным образцом, потом экземпляром каким-то, и потом это работало уже. То есть если это IT-система какая-то, то она тоже с чего-то начинала. Кто-то инвестировал, кто-то помогал основателю или основателям и, соответственно, получил опционы. Кто-то что-то финансировал в начале. Потом пошли какие-то фонды, потом уже выход на рынок и так далее. То есть это ровно те же истории. Не кажется ли вам, что для нормального человека вот то, что вы делаете, напоминает пирамиду? Финансовую пирамиду. Ну вы привыкли к этому. Начиная с Мавродия, заканчивая там недавними историями, связанными со строительством, ну так далее. Их очень много примеров таких. Пирамида, на самом деле, если вы говорите о финансовых пирамидах, есть товарные пирамиды, есть финансовые, да? То это средства заходят куда-то, на какие-то счета, там они распределяются среди тех, кто кому-то рекомендовал, там и все остальное. И где сами деньги, никто не знает, и они в итоге как-то растворяются. Здесь абсолютно все по-другому. Это бизнес. Акционерное общество продает долю в самом себе. Его количество акций ограничено. Это не воздушная масса какая-то, которая может быть сколько угодно. Это ограниченное количество долей, которые регистрируются на акционеров у реестродержателя. И средства заходят на расчетный счет и направляются, бухгалтерии открыты для акционеров, на выкуп мощностей, их модернизацию, ввод в эксплуатацию. Дальше идет, соответственно, зарабатывание прибыли, которая также бухгалтерия, естественно, открыта. И при формировании достаточного дохода, часть которого можно отнести на дивиденды, уже воплачиваются дивиденды. Да, хорошо. Теперь такой вопрос. Я так понимаю, что все-таки это у вас начало пути, пусть тяжелое. Шесть лет, вы сказали, да? Шесть с половиной лет. Значит, скажите, вот наиболее крупный инвестор у вас есть какой-нибудь? Ну, я бы отнес даже трое. Это миллион, миллион и два миллиона. Теперь вопрос такой. А были наиболее такие въедливые инвесторы, которые думали, что все-таки это пирамида, хочу проверить. Насколько она не мошенническая, эта схема вся. Такое что-то было у вас? Да. В этом году, в июне, у нас была трехнедельная проверка прокуратуры. По, соответственно, по предмету, не пирамида ли, а обмен забот. Так. Ну, если в конец истории, то мы прошли проверку, все в порядке. Все до единого документа, которые касаются бензобот, мы принесли за это время. Мы объяснили все до последнего винтика, как это все работает. Ну, и, собственно, все сводится к следующему объяснению, которое было принято, потому что все доказано документами, бухгалтерией и так далее. Что деньги, которые заходят в аубинзавод, направляются на развитие бизнеса. То есть они никуда не выходят, нет никаких статей расходов, которые вызывали бы сомнения. Нет никакой канцелярии на 200 тысяч рублей или еще чего-то. То есть выводов средств из предприятий нет. Друзья, мы поговорили о состоянии бизнеса в России. Для многих это, в общем-то, серьезная тема. Да, и для нас тоже. Но чтобы понимать, как использовать деньги для своих необходимостей. Где их брать-то вообще деньги? И под какие условия? И что в результате может произойти? Вот Илья Юрьевич Шершов сейчас попытался нарисовать нам свое понимание всего этого дела. Нам это чрезвычайно интересно. И вам, может быть, тех, кто в теме, тоже чрезвычайно интересно. Напомню, что он основатель энерготех-стартапа Бензобот. Что это не Москва, это не Санкт-Петербург, это не крупные города. Это все-таки такая базовая глубинка. И хотели бы услышать в ваших комментариях ваше понимание того, как это нужно делать. Согласны ли вы с такой схемой? Может быть, хотите поучаствовать? Может быть, у вас есть какие-то мысли по развитию бизнеса в нашей замечательной стране? Итак, это «Момент истины». Я Стас Симонов. И у нас в гостях был Илья Юрьевич Шершов. Большое спасибо. До свидания. Продолжение следует...